Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live, обсудим новый влог. Купили для Абдуга ненужную вещь, его комнату. Идём в итальянский ресторан. Да уж, ребят, прочитав про итальянский ресторан и посмотрев на, скажем так, одежду Уралки и Сафара, меня чуть не вырвало. В итальянский ресторанчик они собрались. Это в своей тунике, в которой уже ходят две недели, а этот в майке, который и таблетки делит, и в курятнике убирает, и на даче гоняет, и в ресторан точно так же. В общем, Уралка рассказывает, что приехали они в ДНС, потому что они забыли про водонагреватель. Заказать заказали, его, значит, доставили в магазин, надо было его забирать, а эти забыли, да так забыли, что этот водонагреватель отправили обратно. Вот они опять припёрлись выбирать водонагреватель. Ну, и Уралка рассказывает, что у неё, оказывается, типа, какая-то карта там есть, и на этой карте столько бонусов, столько бонусов, что это равносильно 20 тысячам рублей. И эти бонусы можно потратить на всякие там ресторанчики. И Сафар за кадром сказал, что якобы это они любят. Кто б сомневался, по ресторанам они любители, ребят, шастать. Но только это такое дно и позорище. Блогеры ходят в одежде, в которой возятся в курятнике, на даче, прутся в итальянский ресторан. Ну, значит, что ходили они, бродили по этому ДНС. Опять они эти выбирали водонагреватели, что-то щупали, лапали. И, значит, дальше уже собрались ещё в магазин мебели. Потому что надо было купить Абдугани стул. Он хотел какой-то там геймерский. Сафар ему запрещал всё это. Сказал, что ему такой стул не пойдёт. Ему нужен другой стул. И, значит, опять этот мебельный магазин. И ещё в придачу Уралка там присматривала кухню. Вот она говорит, вы спрашиваете в комментариях. Хотя я в видео об этом говорила. По поводу того, что у них за кухня будет старая. Или они всё-таки купят новую. И Уралочка вот она сразу не знала даже, что и сказать. Вот покупать кухню. Это надо сразу всё менять там. То есть, получается, Сафарчик не хочет оставлять старую кухню. Он хочет самую крутую, дорогую. Но на эту дорогую ещё Уралка не наела, скажем так. Ещё ему не заработала. Ну а что, он что ли зарабатывает? Уралка зарабатывает, а он тратит на своё жильё. Ну что, не так, ребят? Ну и, значит, Уралке всё равно припёрла посмотреть там кухоньки, присмотреть. Ну и, значит, ходили они там стул выбирали. Не знаю, что они там выбрали. Абдугани какой-то белый хотел стул. Но его усадили на какой-то серый. Короче, дальше кухоньки. То, что нравилось, как мне показалось Уралке, не понравилось Сафару. Он сказал, что это всё уже устарелое. То есть, да, всё это уже несовременное. Это говорил тот, который даже обои выбирать не умеет. Да, безвкусица, у которого в голове полнейшее. Это он прошлым веком называет кухней. Я представляю, что для него не прошлый век. Он двух слов связать не может, чтобы объяснить, что он хочет. Но зато то, что показывала Уралка, для него прошлый век. Нынче в мебельных магазинах, оказывается, продают прошлый век. Короче, дальше там им нарисовали прям. Сафар показывал в телефоне какой-то чертёж непонятный, что и как у них будет. И это очень-очень дорого. Но, собственно, нужно подождать для того, чтобы уже были реализованы мечты. Ну и на улице, когда Уралка сказала, что вот решили мы подождать. Это там очень дорого будет. И где-то что-то прям порядком около миллиона или полмиллиона для того, чтобы была крутая кухня. И, значит, Сафар за кадром говорит. Ну что, лучше было бы оставить старую или новую, типа, как он придумал? Уралочка, конечно же, согласилась с мужем. Да, и прям как воздушно ему отправила. Да, Уралочка, ты только так воздух целовать и можешь. Да, большего тебе не дано и не позволено. Значит, что дальше? Дальше отправились в ресторанчик. Попёрлись зачем-то в грузинский. Ну, им, видимо, захотелось в грузинский. Там они уже ели, пробовали. А в грузинский их не пустили. Не пустили по той причине, якобы, что были все места заняты. Это выходной день. И в выходной день надо записываться в ресторан. Поэтому они решили, что они пойдут в итальянский. Да, в грязной и вонючей одежде, которая уже не стиралась, фиг поймёшь, сколько. Да, отправились в итальянский ресторанчик. Там, правда, они ничего не снимали. Ну, потому что у них же будет отдельный мукбанг. Как же? Они лишь уселись там, поковырялись в меню. Ну, показали, то есть, как там в этом ресторанчике, чё выглядит. Ну, и больше ничего не показывали. Ну, и дальше Леруа Мерлен. Нужно было бы купить ещё им краску. Потому что зрители посоветовали покрасить шкаф Абдугани. Что есть специальная краска, а о таких всех нюансах и вещах ни Уралка, ни Сафар абсолютно не в курсе. Но откуда им быть в курсе? Откуда им что знать? Ну, и, значит, дальше Уралка что-то искала. Это тон, значит, цвет. Какой будет шкаф. И ничего не нашла. Короче, говорит, потеряла. А Сафарчик, говорит, там, в общем, выбирает уже кисточки, валики, чтобы всё это дело покрасить. Мне вот интересно, а красить-то кто будет? Кто, Сафарчик или опять кого-то будет нанимать? Я, ребят, поняла одно, что у него руки совершенно из другого места растут. Потому что нанимать, чтобы делали ремонт в твоей квартире и при этом самому абсолютно ничего не делать, кроме как содрать обои, это кем надо быть? Это, получается, кроме того, как гонять бабочек, мурашей и расслаблять булки на даче, он абсолютно ничего не умеет и абсолютно ни к чему не приспособлен. Ну, правда, ребят, абсолютно нигде ничего не понимать и ничего не уметь, элементарно даже обои поклеить не умеет. Только, да, доит Уралочку по полной. Доит, чтобы раскошеливалась побольше, чтобы жрала побольше и чтобы денег капало тоже побольше. И время, как мне кажется, тоже он растягивает. Растягивает по той причине, чтобы, вот знаете, как можно дольше Уралку еще тащить в однушки и ни в коем случае не забирать с собой в трешку. Ну, в общем, чтобы она ела побольше в своей однушке и осталась там. Да, чтобы она не намечала себе абсолютно никаких планов на трехкомнатную квартиру. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok